Всем привет! С вами Алексей. 24 июля 2021. Харьков, Украина. Достал из холодильника черенки, чтобы показать, как они до такого времени сохранились. Почему из холодильника? Сначала хранились в погребе, потом, когда температура в погребе стала 8 градусов, я перенес их в холодильник, так как там те же 8 градусов. Понятно, что погреб открылся, погреба, вернее, открылись, и проветривание пошло, и температура пошла, а в холодильнике температура как была 8 градусов, так и осталась. Хранение черенков происходит в стрейче. Такая стрейч-пленка, они нарезаются, я нарезал в феврале и в январе, или в декабре и в январе, но в январе точно нарезал, точно помню. Вот, выбирал там нормальную погоду, сухую, нарезал, подсушивал чуть-чуть, немножко, да, чтобы они, скажем так, конденсата не образовывалось, то есть приняли температуру туда-сюда, и сразу в холодильник. Потом перенес в погреб, ну и так далее. В общем, погреб в холодильник хранить можно и там, и там, в принципе. Плотно замотанный стрейч. Как показала практика, если всё хорошо, и температура невысокая, там до 5 градусов, хранение происходит просто великолепно. Соответственно, пробовал прививать, то есть результаты есть. Ну есть, значит, вот это уже черенки, скажем так, уже влага пошла, там задняя стенка холодильника, в общем, уже, так сказать. Ну и тем не менее, даже несмотря на эти сроки, какие-то есть ещё нормальные, черенок живой, срезаешь, срез зелёненький. Ну вот, эти вот получше были в стрейче. Эти уже давно вот так вот находятся. Когда мы сделали прививки? Прививки мы делали после угрозы весенних заморозков. Конец мая. Начало, самое начало апреля, вот так где-то примерно. Под погодку сделали, потом была хорошая погода. Результаты сейчас буду показывать. То есть, в принципе, при необходимости, если есть там какая-то нулевая камера у вас нормальная, я считаю, черенок должен нормально долежать. Никаких проблем с ним возникнуть не должно. Есть разные способы хранения. Есть просто хранят в полиэтилене, скажем так. Так, ну, мне порекомендовали стричь. Посмотрите. Всё там хорошо. То есть, он полностью жизнеспособен. И я вам скажу больше, даже интересно, на некоторых образовывался калус вот здесь. Ну, его ещё не было, но он уже начинал наплывать. Честно говоря, мы были в шоке. Итак, что я сделал сначала? Сначала пораньше я сделал прививки вот таким способом. Китайским секатором. Китайским секатором прививочным, омегаобразным. Потом затянул раз, сразу раз. Затянул такой вот специальной затяжкой и замотал лентой. Ну вот, это сорт трапезунт. Один выжил. Один из всех. Один из 20 как минимум. Примерно 20 штук я сделал. Результат ужасный. Никого не рекомендую. Конечно, я сам виноват. Не делал я их идеально. Это понятно. Некоторые даже шатаются. В общем, просто надо как-то что-то придумать с этими затяжками. То есть, фиксация должна быть очень хорошая. Потому что лента мне не нравится, как фиксируют на самом деле. В общем, вы поняли ситуацию. Так они тут вроде и притяненные немножко были. Но, тем не менее, результат очень нехороший. В прошлом году я делал. Там некоторые пару важных прививок. Одна из них выжила. Одна из трех где-то примерно. Поэтому прививочный секатор я его и подтачивал. И все делал как положено. Все-таки, наверное, я не рекомендую. Причина мы считаем, что он все-таки сжимает древесину при работе с ней. Поэтому результаты как бы не очень должен был вам показать. Ну, а теперь давайте посмотрим прививки, сделанные профессионалом. Которые он делал специальным прививочным ножом, скажем так. Вот, на краснолистный. Вот видите, лист зеленый. Это трапезунт. Вот, живой. Следующий. Следующий. Вот красненький идет. Мы его удаляем, чтобы он не тянул соки. Ну, здесь еще я не проходился. Как бы тут надо будет пройтись полностью. Верхняя не очень. Видите, не прижилась. А вот манюнька есть. Есть большая вероятность, что она приживется. Здесь я еще накрывал агроволокном. Когда была жара, я накрывал перед жарой агроволокном белым. Плотность, наверное, 50. Такой среднеплотный. Тоже есть свои недостатки. Потому что, если ветер, ветер может повредить. То есть, я просто сверху накидывал. Ну что, я надеюсь, видно результаты. Вот. Так, здесь тоже все хорошо. То есть, есть ли потери и есть. Они, конечно же, есть, скорее всего. Там я видел где-то пару мест. Но потери минимальные. Так что, ну вот. Так, есть вот. Потеря, потеря. Вот, видно, да? Засохло. Ну, то есть, из 10,1 допустим. Из 10,2. Скажем так, это вообще результат, я считаю, очень даже неплохой. Хорошие приросты дало. Вот так вот. Все. Ну, конечно, за этим кустиком оставлено вот несколько веток. Его родных для вегетации. Он такое все находится большую часть времени, как полутенек. Прекрасно себя чувствует. В общем, эти прививочки пойдут в рост. Я уверен, с ними все будет хорошо. За кустом ухаживаем. И, надеюсь, все будет великолепно. Конечно же, кому понравилось, поставьте лайк этому видео. Обязательно поспешите со звенящим обязательно колокольчиком, чтобы получать все видосики. Кому интересна эта тема. И самое главное, ну, поделитесь с друзьями, кому уже очень понравилось. Там внизу строчка поделиться. Буду вам очень признателен. И самое главное, самое главное. Если есть какие-то вопросы, потому что я не хочу видео делать очень длинным. Я все равно ничего не смогу рассказать, все нюансы. Пожалуйста, пишите в комментариях. Всем спасибо вам огромное из Харькова. Огромный привет. И всем пока.